друзья всех приветствую у нас наступил день 26 июля 24 год в общем мы здесь уже на чемоданах ну что как вам питер но погода сегодня хорошая так бы еще погулять до полюбоваться ходить фонтан да смотрите давайте фонтан фонтанчик он какой красота конечно собираемся в дорогу дальнюю два дня ехать два дня долговато с малышами с ребятишками кто пишет что много чего не посмотрели красоту не видят кадры в общем там мало маловато в последнем ролике там я вообще девочки в тот день не снимала маленько говорю хоть что-то показать потому что с детьми это это не отдых это только на пляже только лежать конечно экскурсию какую-то взять допустим до 1 жаркий нет много чего конечно мы посмотрели и много чего еще предстоит посмотреть за за эти дни то что мы здесь были все не обхватишь и не увидишь вот тем более с детьми на колясках на колясках на колясках немые одни кстати детей возят сложновато конечно он вот вроде большенький матвей ноги устают до жара выматывает тоже не жаркие даже в машине вчера вот день пробки чего-то не успели допустим пробки простояли тоже смотри она там что делать так что вот так виталия нам дал чемодан сейчас смотрю на наши сумки чемоданы приехали мы сюда мне кажется у нас нет не меньше но у нас была сумка так две сумки два рюкзака вот ну мы укомплектовали чемодан с чемоданом удобно но на нашу семью по количеству членов семьи у нас меньше никак не возьмешь вроде и стараешься допустим чего-то не взять ну никак вот вот как есть в общем чемодан большой вместительный так что ну мы там в поезде кое-что разгрузим конечно там продукты уберутся вот будет поменьше полегче но мы сейчас виталий ждем виталий сейчас подъедет все это в машину с грузим и поедем на вокзал немножко заранее потому что неизвестно как и что на дороге он вроде посмотрел по пробкам вроде сегодня нет таких пробок как вчера но вчера мосты потому что были разведены там подготовка шла и поэтому пробки были что он сказал шестибальная это но это еще так себе говорит не очень в общем как то так так что нам понравилось мы еще хотим приехать кто-то писал остаться жить и жить жить нет мы дети конечно должны быть постарше да потому что но опять не с колясками в коляску посадил и катишь а ребенок даже постарше лет шесть-семь в коляску уже не посадишь примеру да а он будет ныть и уставать семилетний ребенок тоже может ныть ну то что самокат только так что как-то так приехали на вокзал у нас время час еще ждать заранее виталия поехал машину поставить подойдет нас ладожский вокзал и отправление в час десять будем ждать наш поезд поезд будем сдавать конечно пойдем сейчас сходим ребятишек покормим но утром не позавтракали ничего они уже проголодались во вкус на . наверное пойдем копеек попьем перекусим маленькой пойдем на перрон все провожающий есть вагоне нет вроде там никого все будем устраиваться на улице плюс 29 вагоне 28 переодеться сейчас надо очень жарко пока еще кондиционер не включен может по дороге сейчас разгонится включит кондиционер душ здесь имеется я думаю кто-то или нет и он услышал хорошо да вот душ имеется можно и умыться и все замечательно тоже умыться помыться тоже сейчас умоюсь ну вот умылись вроде по прохладнее стало сейчас надо все продукты из чемодана в авоську выложить давай складывай я салатник взяла чтобы салатик потом порезать надо доставь на что тут у нас вещи тут немножко всего так немножко всего совсем да так мы то есть не хотим так что ты это если ты будешь кушать саша не кушал кофе даже не стал печатать мы во вкусную . поели немножко кофе попила ты его есть будешь ты все складывает все в одну сумку под стол потом сделаем все прохладненько сейчас хорошо становится нормально белье сейчас свежее сделать и будем ехать есть аккуратно кушайте ладно мама волосики причешет сейчас мама салат приготовила белька аккуратно вот так вот конечно вот так ешь вот так вот молодец а это капуста капуста нет костюм девочки от любимого василька дороги вообще отлично писали что они не маленькие абсолютно не маленькие капуста свободненько прекрасно замечательно дать ешьте салатница можно конечно доедай давай салатница замечательная взяли с собой в дорогу так вот салатик айсберг помидорки огурчики заправила сметаной в общем салатик поедим достала две упаковки вот этих ребер взяла ну в общем как то так будем кушать да ешьте давайте прошлую дорогу девочки ехали в общем я тут показала что блинчик делала прям на столе куда ноги то суешь вот ну конечно перед этим стол протерли берем с собой важные салфетки стол протираем убираем в эту дорогу у меня полотенце в прошлую дорогу я полотенец не взяла в общем забыла а в эту дорожку вот пожалуйста полотенышко от любимого василька классные девочки полотенской кто-то не писал полотенце не очень вот именно вот эти полотенцы они очень классные не знаю нам нравятся они и очень удобно в этот раз постелила полотенышко спасибо конечно вам огромное что вы заботитесь писали хоть бы скатерку или полотенце постелило obsolete конечно они дурней паровоза но бывает что то что в дороге забывается что-то не возьмешь с собой а прошлую дорогу полотенец не взяла в эту дорогу у меня вот такие полотеночки с собой взяты у меня вот такой вот полотенце большое покупали мы всем его я его с собой взяла чтобы помыться в душе в общем прекрасно да мама в душе помылась к душе приготовила салат и у нас можно сказать обед будем кушать вроде пахнут плохо ребрышки дети покушали ребрышки до такой у меня будет сейчас обед обед у нас конечно но что вы поедете желток твой доем а папа проснется тоже будет кушать ну а чем поете заниматься девочки только едят нет мы не только едим хорошо съем и поспать полежать мы уже позанимались книжки вон достали порисовали матери убери пожалуйста порисую кушать до утра навалил личка вам свет что-то вот одно яичко что мы зашли в это во вкус на . я съела бургер кофе выпила его ты не наваливайся на меня вот сиди давай спокойно молодец молодцы давайте играйте все мама будет кушать у мамы черный хлебушек бородинский кусочек достанем ладно два достанем кусочки-то тонюсенькие все яичко почистим где-то салфетки были а куда салфеточки все кончились будет замечательный у нас обед так видишь в окошко смотришь да кушаешь покушал все убрал прилег отдохнул конечно книжку почитал до порисовал все как обычно как у всех людей вы едете в поезде друзья пишите как у вас как у вас вы или не кушаете ну да кто-то писал потому что не кушается пицца а у меня сна нет особо я даже сегодня перед поездкой спала очень как-то очень не очень сна у меня не было так что не знаю в общем как мы тут будем спать но я надеюсь мы поспим все равно сон какой-то не такой как дома дома все-таки высыпаешься хорошо здесь дороге и где-то где-то тоже не очень могу спать но люди разные кто-то видать хорошо спит поезд не кушает как обычно завтрак обед ужин позавтракали во вкус на точке пообедаем в поезде вот а поужинаем видно будет в общем три раза в день мы питаемся как обычные нормальные люди кто-то два раза кто-то пять раз по-разному так ладно нам приятного аппетита будем ехать домой скорее бы я про огурцы что думаю как мы там огурцы наверно огурцов наросло немерено будем огурцы солить ну вот и александр васильевич выспался я кофе попью я поела попробовала ребра белок вели калужские очень больше никогда в жизни брать не буду свинины прям такой пахнут кабаном и откусила в общем из не стала жаль конечно покупали по ребра по поможет они были повкуснее общем сосисочку он съела одну сейчас кофеек вон с конфеткой попью и замечательно чудесно чудесно едем хорошо и чудесня салата многовато сделала дети поели немножко даня пока спит чем тоже что-то как-то не очень ну может саша сейчас поезд ну что как вам в поезде выспался даже арбуз с утра саша нарезал я хотела цельный вчера арбуз взять сейчас бы резали да тут раз так отлично саша чаек у меня кофеек арбузик надо арбузики его такими кусочками хорошими кусочками не хочешь ну как хочешь вкусные арбузы вкуснятина да кушай кушай арбузик он ничего не поел толком не стал плоховато едят они так поклюют поклюют и все потом кто-то кушает садится не снова просит майонезик маленький такое дело небольшие две пачечки даже если что-то испортится ну что сейчас сделать ничего не сделаешь где-то на станциях бегать тоже покупать ну кому как кто-то сбегает проще мы не хотим бегать торопиться переживать я почему-то всегда переживаю вдруг это не успеешь вдруг останешься саша прошлый раз отчеты ты вы вы просто выходили погулять на какой-то станции вышли все уже переживание а где они вдруг поезд уедет нас ну вставай там половичок мама постелил да да конечно вот саша не пахнет это ребро а мне вот пахнет свинины не могу не могу так приятного аппетита вот москву проезжаем что-то как-то быстро мы сегодня до москвы доехать чурас время то что посмотри время одиннадцатый час на 10 10 10 вечера у нас уже девочка спит матвейка правда кошка смотрит в общем далее у нас как поезд сели так что он спит парень не спит потому что до утра не спали они светали провели хороший вечер хорошую ночь нагулялись в общем нагулялись накатались город посмотрели все как надо тоже надо спать ложиться до спать будем ложиться москву проедем сейчас пролетим завтра день наступит и двадцать восьмого мы уже будем в каменске уральских в 3 3 с чем саша саша комментарий ролик смотрит пока если я тоже смотрела пока интернет есть в общем это читала комментарии заходила писали там девочки спасибо огромное вам за комментарии что мы не посетили много мест какие хотелось бы вам но мы посетили те места которые хотели мы в прошлом году тоже много где были прошлом году я два раза питере была саша конечно не был в петергофе были и в океанариуме музеи музеи в музеях некоторых побывали в общем много-много чего мы видели в прошлом году но и нынче также и музей сходи в музей не музей в общем в океанариум детей сводил саша мы были потому что я не пошла в зоопарке были вот так что и на ладожское озеро два раза съездили я считаю что нормально с маленькими детьми гостиницы гостиницы в общем с маленькими детьми потому что они никакие как говорится эти никакие музеи не посетишь сильно но это слава богу мы на теплоходе ки прокатились в прошлом году мы два раза плавали ходили как правильно говорят в общем и мосты разводные видели в прошлом году и все нынче мы эту поездку брать не стали потому что она стоит и не дешево и во-вторых поздно с ребятишками никак старшие дети с ними никак не не останутся и не оставишь их потому что ева всегда маму просит вот так что она конечно к виталий как-то и тянется и виталий с ней может но оставлять на на какое-то определенное время никак вот так что они маленькие видишь много чего не интересно да конечно куда мы с ними пойдем допустим хотелось бы конечно какие-то музеи сходите куда-то там что-то написали что семья киселевых не интересно не интересно тебе все интересно вот матвейке нашему все интересно да только начинается придешь в океанариум пришел что началось маму надо то то 5 10 в общем с мамой конечно попроще но маме не хотелось идти тоже кто-то написал что деньги посчитала 900 рублей до посчитала потому что все стоит денег все в копеечку 450 рублей 450 рублей это экономия была бы с этого похода до с другого похода 450 500 рублей 100 рублей это деньги это все девочки деньги это все дорого деньги считать надо конечно не ну у меня тоже люди любят деньги считать что мне кто-то отправил сам что мы на чьи-то деньги отдыхаем что кто-то пишет что саша один работает ольга на его шее сидит вот так что как-то все работают да дети даже работают даня допустим работал свои деньги получил он тоже где-то что-то покупал мы про деньги сейчас говорим про деньги что деньги это все любят считать люди чужие деньги любят считать а все стоит копеечку да очень дорого сейчас и билеты купить хорошо что мы хорошо что мы едем почти почти бесплатно да ну муж бесплатно дети бесплатно от железной дороги кто пишет халява халява это ну вы работаете на железной дороге тоже будете бесплатно есть не то сколько надо отработать не ну ты год отрабатываешь билет получишь получаешь можешь взять уже билет до вот так что не все так просто кто где работает я я работаю блогером девочки и блогером не считаю конечно но у меня есть немножко как говорится какие-то привилегии допустим у меня рекламы есть да я пользуюсь василь комтики тексом какие-то другие у меня есть рекламы это тоже это тоже заработок потому что потратите допустим заработать потратить деньги на вещи кто мне пишет там фирму купите но если вам важна фирма фирма вы можете покупать фирму а я считаю что тики текс и василек это российские производители качество девочки хорошие отличная и мы пользуемся да почему бы и нет вот так что так что вот так вот завтра дома будем уже завтра приедем что там топольки что ли такие высокие берез березки березки вот этот борщевик проезжаем крупный прям такой здоровый ты скажи как спалось тебе лично не спалось вообще прекрасно окно так закрыла проснулись во время обеда ну у нас уже время вечер наверное утром просыпался сколько времени а я говорю что вечер вот товар приносили показывали а посмотрела в общем здесь тоже имеется книжка и можно посмотреть ценники и ценники тоже конечно же хорошие ценники до мороженого брали мороженое брали мы прошлую дорогу цена 150 рублей самая дешевая давить а здесь пастила белевская 450 рублей обалдеть обалдеть цены цены конечно здесь хорошие так что девочки мальчики кто любит считать чужие деньги кто любит давать советы допустим да сходите туда сходите сюда чтобы давать советы я всегда говорю надо знать внутренний устав семьи возможности семьи к примеру да с виду допустим кажется одно но это кажется а на деле от может оказаться оказывается совсем по-другому вот так что каждый живет по своим возможностям и от этого отталкивается кто чего хочет кто-то хочет в лес сходить вон какой домик снять к примеру да есть панорамные домики ну домики в тишины до от городской суеты допустим конечно вот а кто-то вот у меня например на канале я смотрю у меня все театралы все музеи любят ходить любят посещать какие-то такие вот светские мероприятия да ну ну и мне пишут другое совсем я бы конечно тоже сходила бы какие-нибудь допустим картины посмотрела выставки к примеру да хотелось бы конечно ну вот пока они вот никогда не подросли у нас пока так мама разговаривает да наклеена смотри папа за тебя рисует папа рисует едет отдыхает хорошо поезде ехать поезде здорово там тучки гуляют мы домой приедем у нас погода уже попортится погода у нас будет не очень до прохладно становится едем ночью кстати холодно ты давай не рассказывай никому ничего вот так что как-то так в общем хотелось бы конечно я бы сходила например на какие-то магазины винтажные до какую-то цененку или как она называется старые вещи антиквар посмотрела примеру в петербурге до антиквариат какой-то посуду какую-то старую допустим продают это все дорого стоит вещи какие-то интересные много чего бы хотелось посмотреть на знаете это тоже нормальные люди понимают вы когда это пишите вы сразу представьте что у вас есть дети маленькие не надо не писать что они у вас были и вы это делали вы этого не делали вернее всего а представьте что у вас два маленьких ребенка и вы берете и раз и пошли допустим эрмитаж и как вы с этими двумя детьми там будете в этом эрмитаже бегать за ними вернее всего да за детьми дети разные до концертный зал конечно бы хотелось сходить на какой-то концерт тоже да даже он у нас катальские не всегда могут не всегда могут сходить саша на работе там или еще много всего нет конечно их никуда не возьмешь с собой и уже говорила развлекаемся так как удобно нам с малышами да вот так что вот так девочки в общем я думаю всем все понятно ролик на этом закончу скажу вам всем огромное спасибо что вы были с нами что вы пишите свои комментарии огромное спасибо спасибо за советы за подсказки за какие-то всем огромное спасибо и до скорых встреч домой приеду ролик смонтирую и выложу вам ролик вначале на дзен потом на youtube ну и дальше у нас будут обычные домашние влоги влоги видео в общем кому интересно оставайтесь с нами и до скорых встреч всем пока пока заходите на telegram на дзен на второй канал ссылочки оставляю внизу в описании под роликом а еще хотела кстати сказать я тоже заходила смотрела проект про youtube пишут в общем там что youtube как-то у кого-то весь нет у меня девочки тот день когда выгружала рекламные ролики это стики текстом я выложила их аж и два на простую жизнь и три на дневник мамы ольги потому что я не видела что ролики загружается студия у меня исчезла на простой жизни студия не восстановилась где в общем где захожу отслеживаю когда ролик загрузился как загрузился что там что и как в общем студия пропала в общем так что кому интересно смотреть подписывайтесь на дзен на дзене ролики я надеюсь будут выходить стабильно а с ютубом кто знает в общем поговаривают что опять начинается пугалово что закроют youtube ну кто знает в общем кому интересно подписывайтесь оставайтесь с нами ну и до скорых встреч друзья всем пока пока и пока 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 сказал